Динамо Спартак Между сегодняшними соперниками в очках значительно более существенная После 26 матчей 49 очков в активе у Динамо и на 9 очков меньше у красно-белых Представляет нам сейчас составы играющих сегодня команд Но сразу можно сказать о том, что у динамовцев в последнее время нет состава никаких проблем Он стабилизировался уже четвертый, если не ошибаюсь, матч подряд В неизменных сочетаниях выходят на лед хоккеисты Динамо И играют они полными четырьмя пятерками То есть четыре тройки нападения, четыре пары защитников Ну и конечно же вратарь, который, как известно, половина команды Что касается Спартака, то сегодня есть изменения в звеньях Есть изменения с точки зрения кадров Например, сыграет Илья Малюшкин, который пропускал предыдущий матч Он заменит в четвертом звене Александра Бутурлина Ну и после очень долгого перерыва, связанного с тяжелой неприятной травмой В строй вернулся спартаковский защитник Денис Баев Российской Федерации Славься, родитель purposes! Славься, родительうん 아니, не гадлод, не гадлод, не гадлод, не гадлод и не гадлод ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Главный арбитр этой встречи Алексей Раводин и Виктор Нальевайко. Им помогают Юрий Асгирко и Сергей Сердюк. Кстати, Алексей Раводин работал на первом матче между этими соперниками, который состоялся 28 сентября и завершился уверенной победой белых-голубых со счетом 5-1. Та игра пришлась на такое непростое время до динамовцев. Очень невразумительно белая-голубая команда начинала чемпионат. Начинали уже ходить разговоры об отставке Сергея Котова со своего поста. И вот в этот момент как раз динамовцы против «Спартака» сыграли лучший матч в чемпионате, за которым, кстати, воочию наблюдал будущий главный белых-голубых Андрей Хомутов, который напротив вип-трибуны в самом последнем ряду зрительских трибун находился. И с этой высшей точки «Сусата» птичьего полета практически имел возможность понаблюдать за той командой, которую в конце концов он принял. Стартовые пятерки команд на льду. Но вот действительно не стал Милош Ржига разменивать тройку Купера на звено Гудлера. И сейчас можно сказать, что главные звезды той и другой команды на льду появляются у гостей, у «Спартаковцев». Это звено Мартина Цыбока. Восьмой номер. Словацкая линия. Вместе с ним 92-й. Бранко Родилович и 14-й. Штефан Ружечко. Пара защитников Иван Баранко. Седьмой и 34-й. Виктор Костюченов. У «Динамовцев» центральный нападающий Иржи Гудлер. Номер 26-й по краям. Матяс Вайнхандах, 30-й. Виталий Чменев, 43-й. И пара защитников Карл Рахунок, 4-й. Денис Денисов, 6-й. План Ржиге, судя по всему, таков. Он хочет заставить ударное звено «Динамовцев» обороняться. Для чего и бросает против них свою словарскую линию, которая в последних матчах на подъеме. Бранко Родилович, кстати, действительно был признан лучшим нападающим 10-й недели регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Он стал самым результативным игроком минувшей недели. В трех матчах набрал 8 баллов, 2 плюс 6 и показатель полезности плюс 3. Вторым выходит на лед звено капитана Упера. 36-й номер в составе «Спартака». Ну, кстати, привыкли мы к тому, что, как правило, Упер с партнерами начинает встречи у красно-белых. Сегодня вместе с ним под 11-м номером Эдуард Ливандовский и 15-й. Александр Бутурлин, который в первом звене заменил игравшего там в прошлом матче Мусатова. Пара защитников 43-й. Ярослав Обшуд, 57-й Дмитрий Вишневский. У «Динамовцев» вторая пятерка выглядит следующим образом. 24-й номер Юхан Харью. Центральный нападающий по краям. Линус Умарк, 67-й. Алексей Калюжный, 71-й. Пара защитников Алексей Житник, 77-й. Капитан команды 55-й. Даниил Марков. Третий. Звение команд на льду. У «Спартака» это тройка. Рыбакова. Александр Рыбаков, 10-й номер. Центральный нападающий. По краям его привычные партнеры по этому сезону. Кирилл Князев, 83-й. Роман Людучин, 88-й. Разбивал Ржига на пару матчей это сочетание. Но пытался вдохнуть новую жизнь в другие тройки. Но вот снова по зрелым размышлениям соединил Князева, Рыбакова и Людучина в одном звене. У «Динамовцев» третья пятерка выглядит следующим образом. Вадим Япончинцев в центре. По краям 91-й Олег Сопрыкин, 87-й Лео Комаров. Пара защитников. Седьмой номер Дмитрий Воробьев, 52-й Алексей Семенов. Третья пара защитников «Спартака». 42-й Никита Щитов, 45-й Александр Беркутов. Довольно активно гости начинают эту встречу. Передвинули «Спартаковцы» игру к чужим воротам. До каких-то сверхугроз пока дело не доходит. Но тем не менее игра проходит в зоне «Динамовцев». В воротах хозяев Виталий Еремеев. 31-й номер у «Спартаковцев» в рамке Дмитрий Кочнев. Комаров зацепился за шайбу. Отбросил ее на синюю линию. Там Семенов пожадничал. Просил его партнер Дмитрий Воробьев в передачу. Но Семенов принял решение разбираться в эпизоде самостоятельно. А здесь Воробьев как здорово закатывается в зону. Бросок. Кочнев на месте. Ловит он шайбу. И игра остановлена. Денис Баев впервые после долгого перерыва появляется у «Спартака» на льду. После травмы, из-за которой более двух десятков матчей он пропустил. Третий номер. 43-й Ярослав Обшут выходит с ним. Уже вторая смена для словацкого защитника «Спартака». И четвертое звено нападения. 21-й Мусатов. 29-й Каблуков. 35-й Илья Малюшкин. У гостей у «Динамовцев». 9-й Александр Авцин. 21-й Антон Крысанов. 23-й Дмитрий Шитиков. И пара защитников. 25-й Игорь Головков. 34-й Сергей Вышиткевич. Вот, в общем, мы познакомились со всеми действующими лицами и исполнителями. Ну, я бы отметил, что «Динамо» использует все время в своем составе двух вот этих молодых игроков для того, чтобы можно было выставить полностью четыре звена. И я считаю, что очень правильно Хобутов делает во всех отношениях. Во-первых, смены удобнее делать, каждый знает, кого меняет. Во-вторых, молодые наигрываются. И кроме положительных аспектов здесь больше ничего я не вижу. И, в-третьих, при необходимости перейти на игру в три звена можно сформировать другие тоже очень сильные сочетания. Да, там еще много вариантов существует в случае удаления до конца игры или каких-то там 10-минутных штрафов можно там молодых отправить. Ну, в общем, по крайней мере, простор для маневра у тренеров существует. Ну, вот я скажу, Роман, с моей точки зрения, несколько неожиданное начало. И я бы сказал, что по этим минутам преимущество, в общем-то, у «Спартака» было какое-то. И одну-то смену они так вообще «Динамо» прилично повозили. Даже могли и забросить шайбу. Ну, вот, может быть, решили как раз ошеломить соперника вот этим стартовым натиском гостя. После игры в Минске очень много говорилось о том, что там красно-белые, можно сказать, и наступили на горло собственной песни. Старались играть максимально строго и дожидались ошибок в обороне, что было уместно после встречи в Риге с «Динамо», которая в этом сезоне прям-таки злым генем для красно-белых становится. Пять шайб рижания «Спартаку» в «Сокольниках», отвезли шесть на своей арене «Рига». То есть нашли свою команду? Да, пока получается так. Ну и вот вполне возможно, что ждали такой же строгой игры, ориентированной в первую очередь на оборону собственных ворот от соперника «Динамо» А вместо этого получают навал на первых минутах и какую-то совершенно сумасшедшую цирковую шайбу, которую забрасывает «Штефан Ружечко». Так, арбитры с небольшим опозданием зафиксировали взятие ворот и, честно говоря, с той позиции, на которой мы находимся, тоже не очень понятно, каким образом шайба оказалась все-таки в воротах. А это Ружечко за ним? Нет, это не Ружечко, это Цыбок взял инициативу на себя, а Ружечко здесь как раз сеял панику и давку на пятачке. Он привез туда ракуныка и вполне возможно, что рикошетом от конька чешского защитника шайба и полетела по такой непредсказуемой траектории в ворота. Мартин Цыбок, один из немногих игроков «Спартаковской» команды, который в своей карьере выигрывал что-то серьезное на взрослом уровне. Целью загрузил «Штефан Ружечко». Но вот пока такое объявление. Вы правы были, Роман, Ружечко. Хотя у меня вызывает сомнения. Я думаю, разберутся с этим эпизодом. Важно то, что «Спартаков». Комиссия по статистике? Да, так точно. Вот видите, Леонид. Представляете, как оперативно работает комиссия по статистике. Одного звонка вполне достаточно. Мы живем в век высоких технологий. 1-0. «Спартаковцы» выходят вперед. И «Уморк» приступает к своему любимому делу. Нарезание кругов за воротами. Теснил его Вишневский, но продавить так и не сумел. И здесь уже «Харью». Вот им понравились эти шайбы из-за ворот. Они решили, что сегодня все будет из-за ворот забиваться. «Калюжный». «Динамовцы», пропустив, тут же наседают на чужие ворота. «Харью» подрабатывал себе шайбу под бросок. И «Рыбаков» успел выбить ее из-под клюшки соперника. Но какое-то повреждение. Центральный нападающий третьего «Спартаковского звена» получает. С большим трудом перелезает он через борт. Но врачи спокойные. Так что, видимо, там просто такой легкий болевой шок у «Рыбакова». Что касается «Цыбака», это его восьмая шайба в сезоне. Здесь стремительно развиваются события. В принципе, не успеваю рассказать историю, которую начал рассказывать. Так вот, наши статистики провели изыскание. Выяснилось, что в составе «Спартака» всего лишь четыре игрока, которые выигрывали что-то в своей карьере на взрослом, на высшем уровне. Есть чемпион Германии, это Ливандовский. Есть обладатель кубка «Стэнли», это «Цыбак». И есть обладатель континентального кубка «Бутурлин» в составе «Лады». И есть один чемпион страны, это «Рыбаков» в составе «Акбарса». А, континентального? Континентального, да. Ну и вот, один из этих гвардейцев, можно сказать, Милоша Ржиги, отличился в данной ситуации. Итак, 1-0. 6 минут 10 секунд позади. В первом периоде гости выходят вперед. Ну и «Динамовцы», пропустив, осерчали и сейчас так потихонечку начинают перехватывать белоголубые инициативы. Я скажу, «Цыбак» их разбудил немножко, а то они так вальяжно игру начали и получили в дебюте 0-1. Сейчас так проснулись. Ну, тем интереснее будет дальше наблюдать за игрой. Кстати, сегодня, перед сегодняшним матчем можно было практически не глядя спорить относительно того, будут ли в этой встрече заброшенные шайбы. Будут лишь по разу. А в этом чемпионате команды сохранили свои ворота вне прикосновенности. И на двоих, по-моему, только один сухой мяч. Матч сами провели в плане результативности «спартаковцы». Отличились в кавычках. Так что шайбы заброшенные будут. И от того, и действительно, насколько строго команды попытаются сыграть в обороне, многое зависит. Крысанов увозит шайбу к чужой зоне, делает передачу на Головкова, подключившегося к этой атаке. Очень жестко. Костюченок Головкова припечатывает к лицевому борту. А что там Головков делал, где вот вести FM 97,6? Подключался. Вот не надо туда подключаться, поэтому и получил. Играл бы на своей позиции. Но и Радьевовичу не удалось проткнуть Головкова. Так пробрасывал шайбу себе через борт. Но успел. Динамский защитник, потрясенный все-таки в том столкновении. Ну, говорит, что туда я заехал? Притормозить прорыв «Спартаковского Словака» и контратака не получилась. Бутерлин с Ливандовским. На льду Илья Каблуков пока не сменился. Вайнхандель берет инициативу на себя, доезжает до Вишневского. И тот тоже очень жесткий силовой прием применяет против динамского бомбардира. Одного из лучших игроков континентальной хоккейной лиги по системе гол плюс пас. Вайнхандель на третьей позиции сейчас находится. У него 31 очко. 13 заброшенных шайб. 18 голевых передач. Но и действительно, как говорил коллега Кузьмак перед этим матчем, в последних встречах несколько притормозил. Матя с Вайнхандель. Насколько я помню, в трех предыдущих матчах ему пока свой лицевой счет пополнить не удавалось. Но, собственно, воспользовавшись этим обогнали. Вайнхандель-преследователи Александр Радулов и Максим Сушинский. У них по 32 баллы за результативность в активе. Житки заряжает от синей линии. Не сумел сразу Кочнев шайбу зафиксировать. Но там, во-первых, очень здорово сыграли защитники. Они отсекли Гудлера и Уморка. Не пустив их на пятачок, не позволив сыграть от Вилани. Но и Кочнев поздорным движением шайбу остановил. 7 минут 39 секунд позади в первом периоде матча между столичными Динамо и Спартаком. 1-0 гости впереди благодаря шайбе. ЦБК и вбрасывание сейчас у ворот гостей. Харио с Калюжным и Уморком на площадке у Динамо. И Рыбаков с Людучиным и Князевым на льду у гостей. Все в порядке с Рыбаковым. Получил он небольшое повреждение в предыдущей смене. Но несерьезным и не опасным оно оказалось. Динамовцы владеют шайбой в зоне Спартака. У меня такое ощущение, что они несколько растеряны. И вспоминая предматчевое интервью, которое дал Андрей Потайчук, он сказал, что нам самое главное выполнить план на игру. Если план на игру выполним, то будет все нормально. Так вот, Князев сейчас обокрал кого-то из динамовцев. Чуть было не забросило шайбу. Так вот, у меня такое ощущение, что спартаковцы по этим минутам план на игру выполняют. Динамовцы, я сомневаюсь, что у них был план именно такой. Хотя сейчас было два опаснейших момента. Но вот, кстати, динамовские шведы, имеются в виду Харью и Уморк, постоянно в центре внимания. Они, именно их звено, очень опасно атакуют. Вот как раз после пропущенной шайбы. Первыми они появились на льду после гола Цыбака. Тогда провисели всю смену у чужих ворот. И сейчас опаснейший момент имели. Кочник выручил, ну и затем кому-то из динамовцев на добивании. Не повезло, шайба перелетела перекладину у спартаковских ворот. Тем не менее, атака опаснейшая была. Я скажу, три броска подряд Кочник отразил. Молодец, так уверен. Вы знаете, вот такие моменты, когда вратарь так играет, это дополнительные силы вселяет в игроков. И это очень важно. Тем более, когда соперник сильный, значимость в матче. Молодец. Ну вот, черным от деспартаковских вратарей получился матч в Риге, где Кочник и Каноби по три шайбы получили. Но вот сегодня очень важно, чтобы выручал вратарь. Впрочем, то же самое касается и Виталия Еремеева, который также защищал ворот своей команды в предыдущем победном матче с кокейным клубом МВД. У динамовцев на данный момент действующей серии из двух побед. МВД обыграли 4-3 в гостях, 4-2 локомотив на своей площадке. А вообще в 11-12 последних матчах динамовцы потерпели лишь одно поражение в основное время. Так их огорчили минские динамовцы. 28 октября выиграли здесь в Лужниках со счетом 5-1. Бросок поворотом Кочни в шайбу выпускает. Но опять же там Костюченок находился рядом. Шайбу из зоны выбросить не удается. Здесь Сопрыкина динамовцам стоит поблагодарить за то, что навязал он борьбу защитника улицового борта на Комарове. Спартаковцы зарабатывают удаление. И вот это довольно неприятно для спартаковцев. Дело в том, что красно-белые крайне неудачно. В этом сезоне играют в меньшинстве. Лишь 19-й коэффициент надежности у команды Милыша Ржиги пока. Я скажу, редкий случай, когда удаление зарабатывают на Комарове. Он обычно сам так жестко играет и достаточно часто удаляется. Но сейчас... Но вот Комаров здесь как раз по ходу этой смены свои лучшие качества и проявил. Он там Ружичков очень недружелюбно встретил у борта. Провел саловой прием. Ну и дальше там Баранка. Видимо, полез рассчитываться за своего партнера и вот эти две минуты заработал. Так что Комаров свое дело сделал, ну и ничего удивительного нет в том, что Гудлер с партнерами выходит на реализацию большинства спартаковцы. Идут в контратаку и смотрите, что творит Ружичка. Ставит корпус рахуноком и едва одной рукой не завозит шайбу в ворота Виталия Еремеева тот не дрогнул. Очень опасная вылазка красно-белых в меньшинстве. Денисов и Бранко Родивоевич успевает подставить клюшку под этот бросок. Шайба покидает пределы площадки. У «Динамовцев» в этом сезоне 14% реализации большинства. Здесь еще у команды Андрея Бомутова есть простор для работы и улучшения своей игры. 23 шайбы забросили в 145 попытках белые-голубые в этом сезоне. Я скажу, вот я вспоминаю первую встречу этих команд здесь в Лужниках. И, конечно, спартаковцы значительно лучше выглядят по сравнению с той игрой. Ну, правильно Патайчук сказал, что у них там много травмированных было. На самом деле там они не знали, на кого в оборону ставить. Сегодня все выздоровели, по-моему, у них. Кстати, у «Динамовцев» двое травмированных. Это два защитника Плеханов и Валентенко. И играет у «Динамовцев» Талпека и Непряев. Но, как мне сказали, не потому что они плохо играют, а потому что другие играют сильнее. Конкуренция, конечно, нападающая сумасшедшая. Шесть человек или пять человек. Правильно, пять. А должно быть четыре. Причем давно играют в пятером спартаковцы. Да, кто-то не разобрался. А в этой ситуации Родиевоевич сейчас выговаривает одному из своих партнеров. И таким образом на 52 секунды «Красно-Белый» остается втроем против пятерых соперников. Я скажу, редкий случай. Игрушение численного состава в тот момент, когда команда уже играет в меньшинстве. Ну и говорим мы в одном из последних репортажей. Когда спартаковцы остаются втроем, можно не смотреть на лед, чтобы понять, что там находится Эдуард Ливандовский. Вместе с ним обшутки Родиевоевич. Очень часто спартаковцы, попадая в такую ситуацию, действуют в такой нестандартной для большинства команд схеме. Два нападающих и один защитник у них на льду. Интересно, кстати, Ливандовский играет 3 на 5 и 5 на 3. Просто я бы сказал, какой-то незаменимый игрок при игре в неравных составах. Да, но и при этом Ливандовский к какому-то странному сечению обстоятельств имеет худший показатель полезности в своей команде. Ну, бывает. Потому что играет в неравных составах, а в неравных составах этот показатель не учитывается. Поэтому вот он... О, Родиевоевичу удается выбросить шайбу через дальний порт. Денисов занимался какими-то важными делами не на своем месте. Рахунок. Бросок с острого угла Кочнев шайбу ловит 22 секунды. Остается до выхода на лед четвертого полевого игрока у Спартака. На всякий случай так Кочнев поймал. Шайба-то вообще-то мимо летела. Но скажу, Кочнев сегодня очень уверенно так кураж поймал. Знаете, когда вратарь ловит, там отбивает, это все хорошо. Но когда он так это делает, как бы нехотя, и вроде, ребят, да никак не бросайте, вы сегодня бесполезны. Харью, а выигрывает вбрасывание у Марк Калюжный. Житник и Марков на льду у Динамовцев. У Маркова ломается клюшка. И... Но успевает он восстановить позицию. Здесь еще свою роль сыграло то обстоятельство, что все-таки втроем были спартаковцы. И не рискнули вылезать они здесь в контратаку. А тут ошибка. У Марк берет паузу. Четвертый полевой появляется на льду у Спартака. Именно Баранка первым поспевает к этой передаче. Выбрасывает шайбу. Ну, я скажу, Ружечка уже сыграла слишком небрежно. Я понимаю, что игра идет, все хорошо. Но так в своей зоне втроем играть нельзя. 50 секунд. Динамовцы будут иметь численное преимущество. У Марк берет игру на себя. Входит в зону. Делает передачу на Калюжного. Тот получает обратную от Харю. Расположились динамовцы в зоне. Вишневский по борту. И здесь не удается Житнику закрыть синюю линию. Тут же его в момент приема шайбы атакует Ливандовский. Крадет еще секунды динамовского большинства. И партнеры Калюжного заезжают в положение вне игры. В Расуне в средней зоне 26 секунд до появления на льду пятого полевого игрока в составе Спартака. Пока, с моей точки зрения, все получается у Спартаковцев. И совсем, мне кажется, не так задумывали динамовцы начать первый период. У Спартаковцев получается настолько все, что даже удалиться они уже успели два раза. Я вот думаю, Роман, удалиться-то да. Но вопрос в том, что они настолько спокойно и уверенно съели это большинство. Вот, то есть там даже не дали динамовцам никаких шансов особенных. И даже играя 3 на 5, я уже не говорю о том, что 4 на 5, они просто спокойно разобрались. Япончинцев ввозит шайбу в зону к Семенову. Она приходит. Тот берет паузу, наброс на пятачок. И подставлял там клюшку Комаров. Но чуть-чуть не хватило. Тем не менее, Комаров показывает своему партнеру большой палец. Из чего можно заключить, что, во-первых, передача была абсолютно зрячая. А во-вторых, не исключено, что и наигранная эта комбинация была. Ну, то, что в расчете на добивание или исправление набрасывали шайбу на так, это понятно. Другой вопрос, что для динамовцев, к сожалению, шайба вышла в среднюю зону. Сопрыкин мощно бросает. Кочнев отводит угрозу в полном составе спартаковцы. И летят в красно-белые в контратаку 3 в 1. А вон у Мусатову здесь переиграть соперника не удается довольно легко. Дмитрий Воробьев шайбу у нападающего красно-белых выбивает. Но Мусатов здесь очень настырен в чужой зоне. Мне кажется, все-таки здесь нерушенник был. Пропускает удар в спину, но не реагирует арбитр на это. В конце концов была там борьба у борта. Суровая мужская. Очень мощный защитник. Суровая мужская, я согласен, Роман. Очень мощный защитник Алексей Семенов. Не заметил препятствия, видел цель, верил в себя. Пятнадцатая минута первого периода заканчивается. Спартаковцы прессингуют соперника в чужой зоне. Но вот Семеновым Баранко рассчитался. На этот раз без нарушения правил. Продолжают спартаковцы штурмовать чужие ворота. Бросок кружечки каблуков. Тоже не прочь пообщаться с Семеновым. Так. И Родивоевич ввязывается в потасовку. И там Лайцманом сейчас выпадает работа большого Семенова. Из тюченок не пускает туда, в эпицентр этой схватки. Семенов почему-то очень хочет выяснять отношения с кем-то другим. Ну, здесь понятно стремление Головкова подраться с Родивоевичем. Удаление до конца матча. В такой первом периоде матча между московскими «Динамо» и «Спартаком» 1-0. Гости впереди накалились. У нас тут страсти. Вот этот безобидный бросок кружечки привел к стычке на пятачке. Где Каблуков повздорил с Семеновым. Затем Комаров приехал к месту событий. Ну, а дальше смешались кучу. Головков с Родивоевичем сцепился. И здесь нужно сказать понятно, почему столь активен, столь... Как же это сказать? Роман, а почему вам понятно? Ну, потому что очень неплохо разменять защитника четвертой пары на лучшего игрока атаки. Чужой команды. И здесь понятно, почему с таким энтузиазмом лез в драку Игорь Головков. Ничего себе, полицейского дошли, Роман Головкова. Ну, Головков в прошлом сезоне завалил самого Саймона в одном из эпизодов. По крайней мере, раздал его нос. Что, я-то не увидел, случайно столкнулся? Да. Ну, вот Головкова удалили. Так, кого еще? Двое «Динамовцев» на скамейке штрафников. Вот здесь нужно дождаться объявления. Накаженный крон Маскутского спортака Бранко Родивоевич. Родивоевич получает две минуты. Игорь Головков, номер 25-й, команда «Динамовцев» наказывается малым штрафом за грубость. И 10 минут за недисциплинированное победение. Ну, что же, молодой Авцен отправляется на скамейку штрафников «Динамовцев» отбывать двухминутный штраф за Головкова, который получил еще плюс 10. Родивоевич отделался двумя минутами. И таким образом 4 на 4. Команда играют. Цыбок прокатывается за воротами и проходит все-таки эта передача на пятачок. Костюченок бросает. Но в момент атаки то ли его, то ли Цыбока цепляли. И в конце концов «Динамовцы» остаются в меньшинстве. Четвером против троих. Вот такое комфортное численное преимущество красно-белые получают на 1 минуту и 40 секунд. Антон Крысанов отправляется на скамейку штрафников у хозяина. Малый штраф, наказан Антон Крысанов. Скажу, такая атака была быстрая очень в исполнении «Спартаковцев». И, в общем-то, ничего удивительного, что «Динамовцы» нарушили правила, потому что сложно было сейчас противостоять в пределах правил. Цыбок, Ружечка, Костюченок и Баранка. Выгрыжают «Спартаковцы» шайбу у соперника. Получает возможность расположиться они в чужой зоне. Баранка на синей линии, но пока оба «Спартаковских» защитника здесь столбят нападающие. Бросок по воротам. Шайба взмывает над вратарской площадкой Виталия Еремеева. Он ловит шайбу в ловушку, хотя там Ружечка пытался переправить ее в ворота, но здесь, скорее всего, шайба не была бы засчитана, так как выше перекладины поднимал Ружечка клюшку. Вот мне очень интересна политика «Динамовцев» относительно вратарей. Когда пришел Андрей Хомутов, несколько матчей подряд играл Бирюков. Откровенно говоря, я думал, что ставка сделана на Бирюкова, и он будет первым вратарем. А теперь подряд несколько матчей уже играет Еремеев, да? Или, может быть, они решили так, что... Знаете, вот иногда бывают, играют через раз, а они, наверное, решили через три сделать, может быть. Ну, у нас тут очень опасно «Спартаковцы» атакуют. Это понятно, что они 4 на 3 играют. И, в общем-то, с близкого расстояния дали бросить «Динамовцы». Но Еремеев позицию хорошую занял, и даже ему не пришлось никаких таких лишних движений делать. Угол обстрела сократил. Шайба сама к нему пришла. Насколько я помню, Андрей Хомутов говорил о том, что даст он возможность Бирюкову провести серию матчей, для того, чтобы понять, как он будет себя чувствовать под этой нагрузкой. Но вообще, в принципе, опять же, довольно логичное решение. То есть мы говорим о том, что в некоторых командах вратарей играют по очереди, а потом определяется тренерский шап с основным. Здесь как раз вот подобный способ выявления, он более понятный. То есть по 5 матчей, по 3. Да, действительно, серьезная нагрузка, серьезная серия, и потом получается пища для дополнительных рассуждений. Может быть, таким путем идут «Динамы». Может быть, хотя, на самом деле, это интересно, какие у них там соображения у тренерского состава. Я что-то, честно говоря, только сейчас вспомнил, давно хотел об этом спросить у Хомутова, но в следующий раз. Ну что, у «Спартаковцев» еще есть больше минуты, по-моему, да? Все-таки 4 на 3 такое, это, скажем так, более серьезное преимущество, чем 5 на 4. Но пока вот нападающим, «Спартаковским» не удается поучаствовать в этих комбинациях. Все заканчивается такими довольно бесхитростными бросками защитников. Ну а нападающие там в основном черновую работу на пятачке ведут. Калюжного, «Баранка» подстреливает, но, тем не менее, «Калюжный» свое дело сделал. Шайба вышла в среднюю зону, и вновь пришлось «Спартаковцам» туда возвращаться. Через 20 секунд «Динамовцы» будут играть в четвером против «Питеры». «Баранка» катится на пятачок, бросает с лопаты. Ну а может быть была эта передача даже скорее, но, тем не менее, безадресная она получается. Совсем немного времени. Оп, шут! Подставляет Ливандовский клюшку и, похоже, облизывает шайбы штангу. Выстояли «Динамовцы» и через 20 секунд будут команды играть в полных составах. Не удалось красно-белым воспользоваться очень хорошей, очень выгодной возможностью для того, чтобы увеличить свое преимущество. Здесь какие-то напрашиваются аналогии с первым матчем между этими соперниками, но такие кратковременные и не очень далеко идущие. В том матче, по-моему, пять удалений было у «Динамовцев» в первые 20 минутки, а повернулось все так, что забить «Спартаковцы» не сумели. А и Б во время одного из розыгрышей большинства заработали «Буллит», который Вайнхандель реализовал. Так что получилось весь первый период. Красно-белые давили своих соперников, а при этом на перерыв ушли, проигрывая в одну шайбу. Но сейчас такая несколько другая картина. Вайнхандель катится на пятак и удается там его все-таки остановить с огромным трудом. Две с половиной минуты до конца первого периода. Очень такой хороший, сочный, насыщенный событиями команды выдают игровой отрезок. На старте этого матча «Рахунек». Бросок поворотом вновь реагирует Кочнев. Рыбаков подхватывает отскочившую шайбу у дальнего порта. Идут «Спартаковцы» в контратаку. Людучин на Рыбакова. И Рыбаков повторяет свой трюк из матча «Соска». Вновь бросок с кистей. Верхний угол и 2-0. «Спартак» упрочил свое преимущество. Очень важная шайба, я скажу, для этой игры. Почему? Потому что заброшена в конце периода, как у нас говорят, гол в раздевалку. И это, в общем-то, придает уверенности одним. И, соответственно, плохо в психологическом плане влияет на других. Пятая шайба. Александра Рыбакова в этом чемпионате великолепный кистевой бросок. И бессилен был Виталий Еремеев помочь своей команде. Шайба чиркнула по его плечу и влетела в верхний угол ворот. Мне вот думается все-таки, что она от плюшки динамовского защитника отлетела. Впрочем, есть претензии. У динамовцев Сапрыкин и Ячменев там ведут. Я думаю, что речь идет о входе в зону. Наверное, им не понравилось, что там было вне игры, но с моей точки зрения там все было правильно, вход был чистый. Больше-то, мне кажется, я даже сомневаюсь, о чем можно еще говорить. Что? 92-й? Кто забросил шайбу? Говорят, что Бранко Родиоевич, но верится в это с трудом. Опять придется комиссию по статистике подключать. И Панчинцев выигрывает вбрасывание у Кублукова. Ну что, после первой пропущенной шайбы динамовцы нашли в себе силы огрызнуться и передвинуть игрок к чужим воротам. Посмотрим, что произойдет сейчас. Чувствую, Мусатов там разогнался. Что-то они решили Семенова вывести из себя. Ну, Семенов большой, ему достается. Вот сейчас Мусатов словно на стену налетел. Семенов ждал его. Запрыкин. Но Мусатов и здесь не уступил. Очень заряжен на борьбу. 21-й номер спартаковцев. Так приходит он в себя после второго столкновения с Семеновым. Но он меняется. Габаритный динамовский защитник. Может быть тут полегче чуть-чуть спартаковцам будет. Япончинцев набрасывает на пятачок. Шайба залипает там перед линией ворот. Запрыкин теряет клюшку. Вновь Комаров был там крайне активен. И контратака спартаковцев. Мусатов из-под ног Маркова стреляет по воротам динамовским. Но ближний угол не попадает. Шайба. Вновь опаснейший момент у ворот Дмитрия Кочнева. Ну так немножечко, может быть, потеряли на какое-то время спартаковцы концентрацию. И оставили в своей зоне. Япончинцева совсем одного имел возможность шайбой. Вадим распорядится очень спокойно. Руки-то у него блестящие. Голова великолепно работает у Вадима. И, конечно, ему нельзя давать такую свободу. Передать, что он делал гроссмейстерскую. И едва там два агрессивных и энергичных форварда Сапрыкин и Комаров в шайбу в ворота спартаковцев не затолкали. Меня вот очень занимает один момент. Мусатов случайно два раза в Семенова въехал. Или это такая установка была? Учитывая то, что Семенов так нервничает в этом первом периоде. Там все время хочется с кем-то подраться. Может, они решили его совсем уже из игры выключить? Вообще-то ситуация на самом деле. Головков десяточку получил. У них уже семь защитников осталось. Если еще один уйдет, будет совсем не здорово. Но сейчас можно сказать, что уравнялись команды в живой силе. У спартаковцев также семь защитников заявлено на эту встречу. Рыбаков ловит шайбу на своей синей линии. Абсолютно правильное решение принимает. В принципе, для спартаковцев это то, что нужно. Доиграть первый период на тихой волне. Счет их абсолютно устраивает. Но и, наверное, нет необходимости совершать какие-то резкие телодвижения. И сейчас подопечным Милоша Ржиги. После этой 20-ти минутки, которая так удачно для них сложилась. Звучит сирена. На первый перерыв 2-0. Спартак выигрывает у Динамо после первого периода. На матч, который состоится 13 декабря, в воскресенье. Внимание, запись проигрывается сегодня в перерывах матча в файе сектора С2. Ну что, очень интересно, сможет ли Динамо из-под 0-2 выкарабкаться. Если честно сказать, вот уже матч с МВД достаточно сложный был для московских динамовцев. Они его вытащили. Ну, что получится сегодня? Посмотрим. Пока я скажу, в первом периоде очень солидно Спартак играет. И я бы не сказал даже, что у них очень большое преимущество. Но план, о котором говорил Потайчук, мне кажется, они выполняют на 100%. Но необходимо отметить действие в этом первом игровом отрезке Дмитрия Кочнева. Его игра определенно вселяла уверенность в его партнеров. Наталья Кларк готова взять экспресс-интервью по горячим следам первого игрового отрезка. Наталья, вам слово. Да, Роман, Лео Комаров или Леонид Комаров в русском интерпретации? Леонид, но он может так сказать, даже не спартаковские хоккеисты, а, наверное, словацкие хоккеисты щекочут неприятные нервы сегодня Динамо. Ну, не знаю, это самое. Спартак нормально играет. Мы не очень на тебя. Что касается меньшинства, у Спартака с этим большие проблемы. Они занимают только 19-е место и пропускают каждое пятое имень. Что, почему Динамо не воспользовался сегодня этими моментами? Ну, я не знаю, мы статистику не смотрим. Сегодня были моменты, вот сейчас в первом периоде, но надо только голы забивать. Спасибо большое, Леонид Комаров, Роман, вам слово. Благодарим вас, Наталья, за это стремительное интервью. Мы прервемся ненадолго на рекламу, после чего вас встретят наши эксперты. Олег Браташ и Александр Кузьмак, которые подвергнут в произошедшем первом периоде самой тщательной аналитике.